МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и дневной выпуск информационной программы Республика в студии Юлия Важенина. Положение дел на рынке труда и проблемы подготовки кадров обсудили во время рабочей встречи глава Чувашии Михаил Игнатьев и ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров. Значительная часть выпускников сегодня идут работать не по специальности, что нивелирует значимость высшего образования. А следовательно, одна из задач государственной политики выстроить грамотное взаимодействие между студентами, учебными заведениями и будущими работодателями. Чувашский госуниверситет уже реализует несколько проектов в этом направлении. И правительство Республики возлагает на ВУЗ большие надежды. Конечно, у вас прекрасный, сильный научно-образовательный центр. Один из лучших по сравнению с другими даже учреждениями высшего профессионального образования. Мы встречали его за вас, встречались с преподавателями, обсуждали. И нам надо, конечно, используя научные, творческие идеи, постараться через проект реализовать, конечно, в реальной секторе экономики. Это ключевое направление нашей деятельности наряду с профоренцовой работой. Поскольку если эти два направления мы будем отрывать друг от друга, то у нас эффект от деятельности университета, вузовской деятельности вообще, он будет невеликим. Поэтому мы вот эти два направления, два вектора, две задачи решаем в совокупности. Вот пример тому вчерашнюю встречу с представителем фирмы «Миконт». Это структурное подразделение, конструкторское крыло, концерн тракторного завода, с которым мы совместно открываем, открыли уже решение ученого совета, было в сентябре, кафедру колесных и гусеничных машин. Это уникальная кафедра, поскольку осталась в единицах вузов. Вот есть он у Баммана, в Сибири, и вот у нас. Возможности получения технического образования и дальнейшего трудоустройства обсуждают сейчас на всех уровнях. Сто вопросов к взрослому ученике столичной школы номер 20 и 2-го лицея встретились с ректором Чувашского государственного университета. В разговоре участвовали преподаватели вуза и руководители производственных предприятий. Что интересует будущих студентов, узнали наши корреспонденты. Школьники по большей части интересовались особенностями технических специальностей. Все ребята – участники чебоксарских команд школьной лиги «Роснана». Возможно, они не будут связаны с производством напрямую, но заводам нужны не только инженеры, но и юристы, экономисты и айтишники, которые разбираются в технике. Именно поэтому Вадим Колобашкин советует получить качественное базовое образование, а дальше определяться со специализацией. «Сегодня образование очень широкое. Объем информации, с учетом сегодняшних цифровых технологий, которые вы можете получить, он просто бесконечен. Нужно научиться выбирать, нужно научиться двигаться в этом пространстве, понимая, что тебе нужно, а что не нужно». 11-классникам было интересно узнать и о возможностях вуза. Есть ли вариант международного обмена? Как можно поступить в университет без результатов ЕГЭ? Реально ли совмещать учебу и практику? Андрей Александров рассказал о сотрудничестве с разными университетами, о приеме вне конкурса, а также подчеркнул, что стать отличным инженером можно только на производстве. «Мы всегда с помощью наших партнеров, которые любезно предоставляют свои услуги, организуем экскурсии на те производства, которые захотят посмотреть учащиеся в той или иной школе». Это уже вторая встреча в рамках совместного проекта городской администрации ЧГУ. В прошлый раз был организован завтрак с ректором для учащихся четвертого лицея. В течение года такие встречи будут проходить регулярно, и это лишь часть кампании по профориентации школьников. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Противодействие коррупции в сфере поддержки малого и среднего бизнеса обсуждали накануне в Доме правительства. Глава Чувашии провел заседание Координационного Совета. О том, что малый и средний бизнес, как самый гибкий сектор, поможет России сохранить долю в мировой экономике, говорили на недавнем инвестиционном форуме в Сочи. Иными словами, сейчас важно принять все меры, чтобы развитию предпринимательства ничего не мешало. Особенно коррупционные схемы. Как и в целом по стране, в Чувашии тоже есть проблемы, пусть и не системного характера. Продавляющее большинство фактов несоблюдения закона допущены органами местного совправления, что на наш взгляд требует принятия от органов власти республики дополнительных координационных мер, установления жесткого контроля за деятельностью ответственных должностных лиц. При правильной организации работы и надлежащем спросе некоторые виды нарушений можно вообще было исключить из практики. Например, несложно обеспечить принятие на местах полнообъемных и соответствующих законодательству муниципальных программ развития субъектов предпринимательства, а также контроль за сроками и полнотой их выполнения. В Чувашии на поддержку малого и среднего бизнеса из бюджетов разных уровней с 2013 по 2015 год выделено порядка полутора миллиардов рублей. Однако финансовая поддержка имеет некий побочный эффект, когда нечестные схемы используют сами предприниматели. В случае, если выявлено нарушение в части неисполнения показателей информационной карты, либо средства направлены нецелевым образом, то мы в судебном порядке, либо в несудебном порядке возвращаем бюджетные средства. Так, в 2013 году вернули миллион рублей, в 2014-м 4,5 миллиона, а в 2015-м 830 тысяч. По сравнению с общим объемом поддержки не так много. Собравшиеся склоняются к мысли, либо предприниматели были честными, либо контролирующие органы работали плохо. Глава Чувашии отметил, надлежащий контроль не налажен. Министр экономического развития считает, палку перегибать тоже не стоит, надо стараться искать индивидуальный подход. Ну давайте со всех сейчас будем возвращать деньги. Конечно, это нужно делать, да, понятно, что по закону это все нужно делать, но как бизнесу тогда развиваться? Я за развитие бизнеса. Правильно вы говорите, но на сегодняшний день у нас принцип бюджетирования по результатам никто не отменял. Понятно, надо бизнес поддерживать, но речь не идет о том, любой ценой. Самая главная наша задача, принимая превентивные меры, заранее оценивая комплексно подходы того или иного заявителя, мы должны максимально снизить все те риски, которые могут возникнуть в ходе нашей совместной деятельности. За предпринимательское сообщество вступил сей бизнес-омбудсмен. Видимых, я, честно говоря, коррупционных таких проявлений, возможностей проявлений даже не вижу. Почему? Потому что, во-первых, четко прописаны правила. При предоставлении этих форм поддержки, затем идет очень четкий и жесткий контроль, Михаил Васильевич. Почему? Потому что, я думаю, в первую очередь правоохранительные органы знают, все договора, насколько я имею информацию, просматриваются сотрудниками Министерства внутренних дел. По каждому делу исследуются реальные обстоятельства. По словам Владимира Иванова, нередко предприниматели даже отказываются обращаться за поддержкой. Якобы выделяемые суммы не стоят бесконечных проверок и контроля. Итак, перед правительством стоит непростая задача. И бизнес не кошмарить и следить, чтобы деньги налево не уходили. Поработать в этом направлении предстоит руководителям всех уровней. Каким будет микрорайон, расположенный за монументом матери-покровительницы в Чебоксарах? Этот вопрос обсуждался на градостроительном совете в администрации столицы. Территория, ограниченная улицами водопроводной Константина Иванова, уже несколько лет в собственности у застройщика. У строителей свое мнение, у архитектора в своем. Удалось ли договориться? В следующем сюжете. Архитектор Надежда Рожкова занимается планированием этого микрорайона уже 10 лет. Сначала это делала для администрации города, теперь по заказу фирмы застройщика. Территория, она довольно-таки, сегодня земля стоит очень дорого. И, конечно, требование какое? Это не требование, пожелание его, чтобы был выход квадратных метров жилья хорошего, элитного. Здесь нет простого жилья, здесь только элитное жилье. Поэтому показатели, они сегодня по квадратным метрам здесь завышены, но выход жилья все равно получается не очень большой. Планировка микрорайона уже обсуждалась на предыдущем градостроительном совете. Тогда у специалистов возникли вопросы и к количеству этажей в жилых домах, и к выстраиванию транспортной системы в микрорайоне. По словам Надежды Рожковой, месяц не прошел зря. Неоднократно встречались с архитекторами и вынесли на суд специалистов оптимальный вариант. Мы понизили сейчас этажность, поэтому квадратных метров жилья получается у заказчика намного меньше. Понизили к заливу до четырех этажей. Но по водопроводной у многих архитекторов наоборот было предложение повысить этажность. Но мы оставили 12 этажей и сделали их более компактными, не такими масштабными, более террасными. То есть, в принципе, немножечко так подработали. Архитекторы отодвинули от монумента дома и расширили пешеходный бульвар. Дома стали своеобразным экраном монументу. Микрорайон, он еще живой и, наверное, будет развиваться, где-то что-то дополняться, меняться. Главное сейчас определить все-таки транспортную схему. Этот микрорайон, он как никто другой, связан с окружающими территориями. Это непосредственно микрорайон центральной части, который будет формировать и формирует этот залив. Организация высотных акцентов, что будет являться и панорамной работой для Волки, и для залива, и для самой этой территории, это тоже уже обозначено. Это хорошо. В плане микрорайона предусмотрены места для подземных парковок, школы и детского садика. Городостроительный совет принял изменения, которые внесли архитекторы, и утвердил проект застройки микрорайона. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Ежегодно фестиваль студенческих трудовых отрядов «Звездная карусель» собирает со всей республики самых активных участников этого движения. Сначала это были только вожатые, теперь подключились и другие. Мы побывали на генеральной репетиции фестиваля. Педагогические, сервисные, строительные, сельскохозяйственные и отряды проводников РЖД. Теперь все принимают участие в фестивале «Звездная карусель». 57 студенческих отрядов, а это свыше 250 тысяч парней и девушек с гордостью называют себя бойцами трудового движения. Чувашская республика, Краснодарский край, Московская Амурская область и города Нововоронежь и Мурманск. Все это географии деятельности наших отрядов. Каждый из участников трудового движения по-настоящему любит свою работу. Все свое летнее время я посвящаю лагерю, все четыре смены работаю в лагере. На самом деле очень нравится. Лагерь «Волна» – это лагерь моего детства, то есть я сама ездила туда пионеркой. Когда исполнилось 18 лет, уже поехала работать вожатой. И то есть чуть не жалею, что там работаю, очень нравится. Студенческие трудовые отряды предлагают работу на летнее время на любой вкус. Это и строительство, и сбор урожая, и даже возможность стать частью команды проводников российских железных дорог. О наборе в республиканский отряд проводников я узнала в своем колледже, буквально, наверное, за месяц до официального набора. И так как это была моя мечта, и так как я хотела очень сильно посмотреть Россию, посмотреть природу, именно покататься по разным направлениям, я решила пойти в отряды российских студенческих проводников. И я об этом не пожалела. Ежегодно студенческое движение обновляется и получает новые импульсы к развитию. Сотни энергичных и целеустремленных молодых людей нашей республики становятся его участниками. А в октябре у них есть возможность поделиться самыми яркими впечатлениями со своими сокурсниками. И может быть, именно после фестиваля «Звездная карусель» кто-то из зрителей решит в следующее лето непременно овладеть новой профессией. Юлия Важинина, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Строительство детских садов в Чебоксарах продолжается. Модернизируются и уже существующие дошкольные учреждения. Так, в одном из садиков Ново-Южного района столицы Чуваша открылась новая группа для малышей. Как поздороваться на иностранном языке и как переводится слово «кэт»? Воспитанники 178-го детского сада знают ответы на эти вопросы. С начала нового учебного года здесь открылась английская группа развития. С самого раннего возраста ребята учатся основам не только русского, но и английского языка. В рамках программы модернизации удалось сделать многое. Мы смогли провести ремонтные работы, провести небольшую перепланировку, что позволило нам создать дополнительно 25 мест. Здесь всего 15 детей, а остальные 10 детей распределены по другим группам. Перепланировка позволила нам сохранить функциональные кабинеты, что очень важно в рамках организации образовательного процесса. Это кабинеты Центра развития и ТРИЗ-лаборатории. В последней малыши учатся мыслить творчески и нестандартно. Проект ТРИЗ-технологий стартовал в детском саду совсем недавно. Помимо этого сделали и ремонт в бассейне. Теперь заниматься водными процедурами стало удобнее не только воспитанникам садика, но и ребятам со всего микрорайона. Весь ремонт занял всего месяц. Теперь здесь есть 14 полноценных групп для малышей. Если мы говорим о создании дополнительных мест, то опять же говорим, ни в коем разе не ущемляем детей, которые ходят в детские сады. Конечно, деткам это очень хорошо. Родители могут идти на работу, спокойно оставив малышей в своих детских садах. В течение года было отремонтировано и переоборудовано 10 детских садов, что позволило принять еще 320 юных чебоксарцев. Работа в этом направлении будет продолжена. До конца года своей дверью распахнут еще два детских сада. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Это все новости. Я прощаюсь с вами. Итоги дня в вечернем выпуске программы «Республика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова